Друзья, привет! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале. И сегодня мы с вами будем готовить заливной капустный пирог. Тесто даже руками касаться не будем. Пирог очень вкусный и простой в приготовлении. Нужные ингредиенты были на видео и я продублирую их в описании, чтобы вам было удобнее. Итак, берем самую обычную белокочанную капусту и мелко ее режем. Это можно делать ножом или специальной шинковкой, как вам удобнее. Я, кстати, обычно не использую специальную шинковку, я зову на помощь мужа. Хороший лайфхак! Итак, начинка у нас готова. Теперь мы приготовим тесто. Берем глубокую миску и разбиваем в нее яйца. Белки от желтков отделять не нужно, яйца будем использовать целиком. Яйца разбили, теперь берем венчик или обычную вилку и перемешиваем их так, чтобы белок соединился с желтком. Сильно взбивать не нужно, достаточно просто хорошенько смешать. И затем добавляем все остальные ингредиенты. Соль, разрыхлитель, пушеничную муку, сметану и растительное масло. Теперь снова берем венчик и снова хорошенько перемешиваем тесто. Тесто должно получиться однородной консистенции без комочков. Ну, примерно такое, как на густые оладьи. Кстати, такой пирог можно готовить не только с капустной начинкой, а с любой другой. Ну, например, сделать картофель и добавить консервы. Теперь берем форму для запекания, такую, чтобы все наше тесто с начинкой туда уместилось. Смазываем ее немножечко растительным маслом и наливаем половинку теста. Сверху на тесто раскладываем капусту. Утрамбовывать не нужно, просто положили и все. И заливаем капусту второй половиной теста. Отправляем наш капустный пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-50 минут. И посмотрите, какая красота у нас получается. Приятного вам аппетита! Экспериментируйте и пишите ваши отзывы. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!